Останавливается компьютерная программа или не останавливается? Давайте немножко сначала пофилософствуем по программам. Понимаете ли вы, что в конечном счете любая программа это какой-то текст? Ну, там есть какие-то там циферки, знаете, препятания, да? И вот этот текст в конечном счете можно записать нулями и единицами. А все, что записано нулями и единицами, в конечном счете можно просто-напросто считать каким-то числом, правильно? Двоичное зачисление. Да, двоичное зачисление. Не обязательно двоичное. Не важно, как это все будет закодировано, важно, что как-то это закодировано может быть. А если у вас что-то закодировано, то можно это упорядочить. То есть, есть короткие программы, есть подлиннее, есть еще подлиннее. Среди программ одной и той же длиннее можно так, как в словарях, да, знаете. Во первой букве, если первый букс совпадает, во второй, то в словарях порядок. Таким образом, в принципе, можно все существующие на свете программы записать таким способом. Значит, у нас есть какая-то программа, самая-самая короткая и самая первая среди них. Есть какая-то программа вторая, есть какая-то программа третья, есть четвертая программа, есть пятая, ну и так далее до бесконечности. Я могу все, в принципе, возможные программы записать через в этом месте, конечно, любой нормальный буксарнист скажет, что оно, конечно, замечательно, но поскольку текстов даже символов длины 10 уже очень много, то это непрактично. Согласен. Вот то, о чем я сейчас говорю, на первый взгляд, оно является такой очень-очень непрактичной теорией впечатления, потому что оно, в принципе, не задает вопрос, а кончится ли это за конечное время. По-настоящему, когда вы интересует историю впечатленности, всегда надо задавать вопрос, что надо просто посчитать что-то, а посчитать, что это с не такой уж и большой памятью и не за такое уж и большое время. Потому что, если что-то будет посчитано через столько-то миллиардов лет, то с практической точки зрения то же самое, что это не будет посчитано. Потому что в тот момент уже столько-нибудь не живут. Хочется, чтобы это было посчитано при нашей жизни. Если я докажу, что что-то даже в принципе нельзя сделать, то тогда получается, даже при неограниченном ресурсах, когда можно миллиарды и миллиарды и миллиарды лет ставить. Если что-то нельзя сделать так, то и тем более это нельзя сделать за время нашей жизни. Итак, предположим, что программы выписаны F1, F2 и F3. Начальные данные. Они, конечно, могут быть устроены очень сильно, но опять-таки, в принципе, любые начальные данные можно закодировать в дворечном входе. И, по большому счету, начальные данные – это кодители. Тоже можно пронумеровать 1, 2, 2. Правда? Значит, в качестве такой самой примитивной модели вычислений можем взять следующее. Начальные данные – 1, 2, 3, 4 и так далее, и так далее. Программы – F1, F2, F3, F4 и так далее. И на каждом числе программа либо дает какой-то ответ, какое-то число, мы ее туда-сюда пишем, либо считает, 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 и так ответы не дает. Понятно, о чем в том? Давайте договоримся, что если программа дала ответ, то мы ее сюда пишем, если же программа до бесконечности, то в эту клетку мы ничего не пишем, потому что мы же не знаем, она остановится, не остановится. То есть в некоторых клетках у нас ничего не написано, если вот она бесконечно считает, а в некоторых клетках будет написано какое-то число. Представьте себе, что можно было бы написать программу, которая по тексту производной программы узнает основной цель работы. В таком случае мы могли бы этой программе дать вот этот текст, это начальные данные, и если остановится, написать сюда результат работы. А если не остановится, то написать не останавливается. Какой-нибудь придумать символ, например, не знаю, там, документ, да? Тогда в некоторых местах будут написаны эти самые буквы N, что не останавливается. А в некоторых местах будут написаны числа, не знаю, там, 25, 169 и так далее. У нас получится, что вся табличка состоит из чисел и букв N. Это если удалось написать, если это противно. Пусть мы сумели написать программу, пусть проблема остановки разрешима. И сейчас я напишу такую простую формулу, которая была здесь. Помните? BN, BN это тройка, если A, N это семерка. Семерка, если A, N это не семерка, да? Смотрите, я что сейчас напишу. Функция G, N определена следующим образом. Интересно, догадаетесь? Мне нужно, чтобы она отличалась от всех их. Как вот здесь нас учили, лучше всего, чтобы она отличалась от N микрограммы в N месте. Давайте так и допишем. Это будет FN от N плюс 1. Если FN от N определено. Если это не равно N. Ну, знаете, не будет всех не равно. Если вы посчитали, и там не написано число N, UPN определено. А вот если FN от N не определено. Ну, давайте, например, напишем единицу. Если FN от N не определено, то мы пишем туда единицу. А если определено, то мы к значению прибавляем. Ну, один из способов. На самом деле, если подумаете, можно было... Важно, чтобы она отличалась. Почему я получил противоречие? Это очень просто. Если бы у меня был способ, какой-то компьютерный способ по тексту праведвольной программы начальных данных уплавать, то в таком случае у меня вот эта штука была бы вычислимой. Понимаете? Определено или неопределено, я узнал программа, текст, начальные данные. Я запустил бы и узнал. И у меня получилось бы, что я могу вот это вычислить. А если я это могу вычислить, то в таком случае обязательно вот эта самая Ж-шка, это была бы функция F с каким-то конкретным номером. Ну, и, может быть, есть там некоторые программы делают одно и то же. То, может быть, это даже было бы с несколькими номерами. Но в любом случае какой-то номер у нее был бы. Потому что мы все программы здесь выписали. Эта программа, пусть не расформулированная, но программа. Значит, она там должна быть. И после этого простая штука. Мы бы посчитали нашу функцию Ж от числа К. Давайте посмотрим. Я даже затру для торжественности, чтобы все было понятно. Представьте себе, что мы вычисляем функцию Ж в точке К. Смотрите. Значит, это будет F, К, Т, от К, потому что Ж это F, К. Но, с другой стороны, функция Ж определена у нас вот так. Она определена, смотрите, Ж, Д. Она определена как F, К, Т, от К плюс 1, если F, К, Т, от К – это некоторое конкретное число. Если оно определено. И это у нас единица, если F, К, Т, от К не определено. Привет. Все противоречено. Потому что, если F, К, Т, от К не определено, то в таком случае это странно, потому что вот эта функция, она вообще здесь не определено. Если F, К, Т, от К определено, тогда получается, что у нас F, К, Т, от К должно равняться F, К, Т, от К плюс 1. Все противоречие получено. Значит, у нас произошла великая штука. Я закончил рассказ. Все понятно, да? Я закончил рассказ о этих самых робях и доказал, честное слово, директорную теорему, что оказывается, на первый взгляд, беззамидная штука. Хотя, заметьте, беззамидная, беззамидная, а у вас счет был 39 к 33, да? 39 человек сразу сказали, что, скорее всего, что кто-то там тяжело. Да, поэтому так, в общем, здравый смысл у вас не заблокал. Вот. Ну вот, вот так. Продолжение следует...